Все произошло на этом месте. Автомобиль с неизвестными людьми обогнал трактор, который двигался по дороге. Водитель техники испугался и позвонил своему начальнику Александру Аксенову. Между мужчинами возник конфликт, завязалась драка. Депутата и его двоих родственников доставили в больницу. В трампунт обратились за помощью. Они были доставлены частным транспортом. Трое пострадавших с телесными повреждениями различной локализации. Ну, это ушибы мягких тканей и переломы ребер. В милиции сразу несколько версий причин происшествия. Первая и основная версия – это совершение данного преступления на бытовую почве из хулиганских побуждений. То есть это первая и основная, которую мы рассматриваем. Но также следствие не отрицает тот факт и рассматривает еще дополнительные версии. Это, что данное преступление было совершено в связи с его профессиональной деятельностью. Коллеги погибшего депутата считают убийство с планированной местью. Похожее преступление было совершено 7 лет назад, когда нападавших нашли и осудили. Он лежал уже там кровище на земле, а он ему говорит, это те акционы, которые там наш калька посадили. Да, девочка. Получай за калька и его там последний удар голову там или кулаком или ногой он отключился. За фактом побития районного депутата было открыто криминальное проведение за статей 121, часть 2, Криминального кодекса Украины. Это причина тяжких телесных ускорбов, которые получили за собой смерть. Санкции статьи предпочитания покарания в виде избавленной воли от 7 до 10 лет. Сейчас один из подозреваемых задержан. Он находится в следственном изоляторе. Остальных нападавших разыскивают. Александр Блиников, Панорама.